смотрите какая красота получилась какая жирная и ароматная рыба это просто изумительнее всем огромный привет на дворе декабрь а это означает пора делать новогодние рецепты сегодня я вам покажу как засолить вот такую рыбу сейчас мы засолим а дальше будем коптить холодным способом данная рыба очень жирная очень вкусная мы сделаем ее малосольная и уже когда закоптим полной тушкой разделы на филе и у нас она пойдет для бутербродов для всяких закусок салатов будет вот такая вкуснятина для засолки данной рыбы вам потребуется всего три ингредиента это соль нитритная соль поваренную и обычная вода соль будем добавлять на 1 литр рассола 20 грамм нитритной соли и 100 грамм поваренной соли все это смешаем с водой и зальем тузлуком данную рыбу давайте первым делом сделаем рассол я взял 2 литра я думаю мне на данную рыбу этого рассола хватит все хорошо размешаем и пускай отстаивается а пока наша соль растворяется в один давайте приступим к разделке данной рыбы первым делом отрезаем голову и вскрываем брюхо рыбу мы употрошили вот такая рыбеха получается жирная хорошая косточки все на месте и теперь заливаем все нашим рассолом обязательно чтобы рыба была погружена полностью в рассол прикроем от автоклава решетками и оставляем так на два дня через два дня мы достанем рыбу и промоем проточной холодной воде и повесим на обсушку все убираем в прохладное место на два дня друзья мои всем доброе утро вот пришло время коптить нашу вкуснейшую рыбу рыба солилась два дня висела сутки на проветривание подвяливание самый главный критерий это чтобы рыба была сухая на влажный продукт дым плохо ложится соответственно будет горчить кислить и будет невкусно а в копчении нам поможет наша маленькая коптильная хобби смог который я приобрел специально для холодного копчения рыбы мясо ну и соответственно разного продукта который мы захотим сейчас покажу саму рыбу которая уже висит в данной коптильне и будем приступать к розжигу щепы щепу я буду сегодня использовать ольху и грушу расчетом 50 50 потому что придаст аромат и соответственно цвет ну что покажу что у нас в данной коптильне находится в коптильне у нас находится вот такая прекрасная рыба жирная вкусная смотрите какая вообще и наш продукт есть совершенно сухой на дно поставил лоток для жира если будет капать потому что рыба очень жирная чтобы не испачкать коптильню я поставил лоточек такой щепу засыпал почти полный бункер я думаю пока вся не прогорит столько времени буду коптить но это уйдет в районе 6 часов разжигать буду горелки газовой ну что приступаем к розжигу осталось поджечь щепу это очень просто делается можно зажигалка на я привык просто горелкой мне так больше нравится качественный розжиг как мы видим дом пошел очень даже хорошо данной коптильной справится даже ребенок главное дело засыпать щепу повесить наш продукт включить в электричество компрессор и поджечь сам дымогенератор хоть у нас на улице и холодно но я не боюсь что останется конденсат на самом продукте так как у нас есть конденсата сборник соответственно сейчас дым идет горячий здесь он охлаждается и в коптилку уже поступает совершенно холодной а это уже означает что наш продукт будет насыщен меньшими канцерогенами и соответственно более качественно прокоптиться закрываем коптильню такие хорошие замочки оставляем коптить в течение шести семи часов буду подходить может быть один раз в два часа один раз в час просто посмотреть не потухло ли щепа потому что погода такая ветреная но сколько я уже копчу на данных коптильнях это у меня не первое на которой я копчу дымогенератор еще ни разу не потух так как компрессор у нас хороший и щепа у нас не подвисает как мы видим уже дымок пошел из отверстий для вывода дыма все братцы копчение началось встретимся уже наверно дегустации не буду постоянно открывать и закрывать пускай коптится наша замечательная вкуснейшая рыбка к новогоднему столу прошли сутки с того момента как мы закоптили рыбу и пришло время посмотреть на разрезы как данная рыба прокоптилась но я сразу могу вам сказать что это просто идеальная рыба рыба очень жирная очень ароматная напиталась дымом очень хорошо соответственно качение прошло у нас успешно даже в том случае что на улице у нас было холодно конденсата сборник помог нам собрать всю влагу соответственно весь конденсат остался в этой емкости и дым уже поступал совершенно безвредный и соответственно без всяких примесей ну что давайте приступим к нарезке данной рыбехи вот такая вот красивая жирная и ароматная смотрите какая красота получилась какая жирная и ароматная рыба это просто удивительная вы только посмотрите на эту красоту но это просто шедевр а не рыба приступаем дегустации рыбка нарезка такая красивая ароматная данная рыба получилась очень ароматная вкусная жирная ставит во рту как сливочное масло рыбу не стыдно будет поставить на праздничный стол а именно к новому году я готовил ее соответственно хобби смог меня выручила просто изумительно у кого нет оборудования переходите по ссылке в описании выбирайте любой товар домогенератора термокамеры кому-то нужна кофтильня как у меня и вам сделают скидку 10 процентов по промокоду жизнь не в кайф вот сейчас новогодние праздники пользуйтесь моментом вводите промокод и покупайте для своих любимых родных и близких данную коптильню подарок к новому году и вы сможете готовить такую же вкуснейшую рыбу колбасу сало грудинку сыр коптить это же все-таки полезнее чем покупать в магазине а самое главное дешевле насчет друзья я вам говорю до свидания с наступающими праздниками всем удачи пока пока